привет друзья сегодня мы научимся менять обыкновенный выключатель мне попался вот такой старенький выключатель который уже совсем раздолбался и к тому же пожелтел и меня попросили его поменять а менять мы его будем на такой новый выключатель с подсветкой сначала давайте снимем старый выключатель прежде чем его снимать нужно отключить соответствующий автомат в щитке вот автомат в щитке я отключил теперь безопасно можно снимать совершенно этот выключатель как вы понимаете выключатели бывают разные за этим выключателем никто не ухаживал и он очень в каком-то плохом состоянии давайте его вытащим как видите сюда подходят два провода вот этот красный почему-то желто-зеленый но видимо других проводов у них не было красный скорее всего фаза автомат в щитке мы отключили но на всякий случай давайте убедимся еще раз что нет напряжения так откручиваем проводочки от выключателя я открутил один проводок и сразу надену на него изолирующую трубочку хоть мы автоматы отключили но в любой момент кто-то может его включить и поэтому лучше заизолировать и вообще настоящий электрик должен работать со снятым напряжением также как будто это напряжение подано и стараться не трогать только ведущие части теперь мы попробуем разобрать этот выключатель сначала снимается клавиша теперь нужно открутить вот эти два винта скорее всего это шурупы 2 итак мы сняли лицевую панель выключателя как видим вот светодиодик подсветки а вот это один контакт выключателя а вот это второй давайте мы сейчас опробуем наш выключатель исправный он и светится ли в нем лампочка сначала подключим один контакт теперь подключаем аккуратненько второй провод теперь я аккуратненько подам напряжение напряжение подано как видим свет горит выключатель сейчас включен аккуратненько выключаю об я выключил выключатель и загорелся вот этот светодиодик потому что он установлен параллельно выключатель когда цепь прервана на нем есть напряжение когда цепь выключателя мы замыкаем, тогда напряжения нету и светодиод гаснет. Но я вам сейчас покажу одну неприятную вещь. При выключенном выключателе мы видим слабое свечение лампочек нашего светильника. Эти лампочки светятся от того, что в самом выключателе через светодиод подсветки идет небольшой ток. И этого тока достаточно, чтобы эти лампочки светились. Поэтому нам выключатель с подсветкой сюда не очень подходит. Снимаю снова напряжение с выключателя. Отключаю его. И нам немножко нужно этот выключатель модернизировать. Между контактами выключателя, между этим и этим, включена цепь светодиод и резистор. Они включены последовательно. Чтобы наш выключатель корректно работал, нам нужно каким-то образом удалить всю эту цепь. И тогда наш выключатель превратится в обычный, без подсветки. Для этого мы будем использовать обыкновенные бокорезы. Я сейчас аккуратненько выкушу светодиод отсюда и резистор отсюда. И постараюсь вытащить этот светодиод из вот этого гнезда. Вот что у меня получилось. Я полностью удалил всю цепочку. Откусил резистор отсюда и цепь отсюда. Чтобы вытащить светодиод, мне пришлось еще откусить вот этот кусочек пластмассовой детали, которая нам совершенно не нужна. Будем собирать наш выключатель. Сниму изолирующие трубочки. Проверяю отсутствие напряжения. Теперь буду подключать проводники. Подключаю сначала один провод. Подключаю второй провод. Я убрал отсюда эти ушки, с помощью которых закрепляется выключатель. И буду закреплять его вот на эти отверстия шурупчиками. Мне будет удобнее, если я сначала вкручу эти шурупчики. Я вкрутил шурупчики. Аккуратненько заправляю провода выключателя вниз. Вставляю шурупчики в соответствующие отверстия на самом выключателе. Немножечко зажимаю шурупчики. Теперь мне нужно выровнять выключатель так, чтобы он был горизонтально, чтобы он был установлен красиво. Так, сейчас он горизонтально. Еще раз прожму зажимы проводников, чтобы контакт был надежным. И теперь нам нужно убедиться, что выключатель вот в этом положении выключен, а вот в этом включен. Для этого я подаю напряжение. Напряжение подано, свет загорелся правильно. При выключенном выключается. Я снова снял на всякий случай напряжение и буду дальше собирать выключатель. Так как подсветку мы отсюда убрали, не имеет значения, как мы поставим крышку. Вот так или так, потому что того светодиода внутри все равно уже нету. Закрепляем крышечку, надеваем клавишу, подаем напряжение, пробуем. Наш выключатель отлично работает. И хоть у него нету подсветки, лампа включается и выключается хорошо. Если вам пригодилось это видео, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Удачи вам!